Это матушка Людмила. Видишь, как она двумя руками гребет. Все. Никаких в руках ничего нету у ней. Володя тут. С Виталем вместе начали ряд сюда. Отстает больше, чем наполовину. Я говорю, ты не работай, иди, подойди к ней. Посмотри, он доволен был, подошел, посмотрел. Вернулся, опять то же самое. На левую руку обопрется тулом, телом своим. А дальше ничего нет. И картошки много остается, и качества нет. А мне главное качество. Количество-то легко проверить, что. Увидал у ней наколенники. Тогда и мне такие дайте. Ну, сделаем. А что дальше-то? Руки-то не шевелятся. Все дело в совести. Вот считаю, на сколько лунок отстал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Пятнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Теперь смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. больше чем на половину отстал ты просил дальше мешок я тебе дал ты его бросил почему медленно с ним медленно ты еще никогда раньше картошку не копал вчера ты сказал говоришь а я не знаю так фрагментарно так на то второй хлеб называется фрагментарно видите как не придумаешь какая грамота у людей а можно ничего не брать знать слова какие-то счета делать и тебя кормить будут как с вами жены могли жить больше чем требуется для защития я все удивляюсь ты приглашай кого я говорю приглашай они используют сейчас мужиков как осеменителей ну ты готов на это крепкое сибирское семя дал ей да у нас за крепким сибирским семенем из за границы дальние приезжают ну вот так мешок тебе тот не нужен ты его бросил да больше брать не будешь вот на коленики бы сделать да сделать были бы такие да переделать тебя в женщины и дать ей возраст 9 десяток лет на тебе 40 лет вот переделать бы волшебник хаттабыч на помощь виталию пол изменяют люди сделай меня женщиной до манкурты пол изменяет все равно один слушать это все я уже оставил свои вилы вон и решил подойти и посмотреть что же такое то почему она ничего не делается сосед давно убрал отдыхает но мы занимались большими делами у нас пруды дороги это никто не занимается кроме нас такая погода стоит даже вот листики не кажется не шевеляться полная абсолютная тишина смотри ястреб поиграет с вороной полетела пора разоблачаться неужели снимать себя будешь вчера на работу идем он еще там свитер еще хотел надеть сегодня двойные рукавицы человек в футляре я вот и считала то нет спрашивающий может быть это одно что не считала так нет лень труднее всего оправдывать в мире вот одна шкура съехала так под ним попадает это еще у него одна там работничек меня все спрашивает а почему не работает в италии почему не работает да не знаю почему наверно думает что так проживет как англичанин в романе воскресенье льва толстого на русский смотришь и им то ли они так думают русские говорится у него две три жизни а ты не надевай эту вторую то брось две шкуры надел но я с тобой рядом в одной рубашке у меня ничего нету майка и все да никуда он положи пусть лежит на полу вон около ведра а это володя скинет потащит траву вон там он лежит немножко на траву положи около ведра она рядышком вот эту нижнюю заложила внутрь этой зеленой я время трачу отошел у меня поясница не позволяет долго иначе до дома не дойду так володя тебе вон туда я так как ради ближе или туда он где это матушка уже обратно идет к тебе на встречу вот интересно алексей семенович сиськов приезжает но он инвалид ноги у него там железо и железо встречать 7 операция наверно как что главный агроном кочинского совета там кажется 15 тысяч гектара было отменный работник интересного матушку ценит не знаешь как вот это он ценит потому что сам работник а сосед увидел что у него все хорошо растет а ты у тебя какой-то новый сорт или новый метод он тяпку показывает вот весь метод почему тебя все время вторая рука лишняя у меня такие ребята были они безразличны и что интересно это подкаблучники как правило и девчонки к нему льнут она видит я смотрю фильм показываем у нас специально смотровой зал с двух сторон у ястреб с ворона играют это редкая картина он никак гоняются друг за другом смотри ястреб и ворона давно уже играют они ну похоже что вспомнили райские обители вот люди заступаются за тебя за тебя где бы еще он не говорил за тебя заступается весь преисподний ад кричит не трожьте его это мой не трожьте это наша кандидатура я вот как понимаю и они с тобой дня бы не стали работать то есть они совершенно не работают он сидит какой-нибудь там плюгавый сморщок и все это вы выказывает а потом разберешься никакого там не монаха нет никого а так шлюпник сидит сопер распустит по интернету не фамилии не имени нету не по не фотографию то эйнштейна вставит то еще что-нибудь и и